Тельцы, приветствую вас! Мы сегодня в лесу. Будут энергии лесных фей. Я уж надеюсь, потому что колода, магические послания фей. И в основном, когда я нахожусь в лесу, это послание все-таки про природу. Так что будьте готовы. Итак, будет расклад для тельцов на апрель 2022 года. Посмотрим работу, деньги и отношения. Ну и послание высших сил. Четвертой картой. Настроились? Погнали! Итак, работа. Исцеление, исцеленный, целитель. Вы поймите, что работу, если она у вас сложно идет, сможете наладить только вы сами. Не нужно обращаться к кому-то. Больше будут обращаться к вам за тем, чтобы вы помогли. И у вас есть этот дар, эта сила и эта возможность. У кого бизнес или какая-то работа связана с цветами? Пока приостановите эту работу. Больше обращайте внимание на, почему-то закат говорят. Больше, если вы себя рекламируете про вечернее время суток. Про вот эти вот энергии оранжево-красно-фиолетового заката. Здесь нужно немножко поменять ракурс саморекламирования. Или если вы в принципе занимаетесь просто рекламой, займитесь вот этими цветами. Ну, снимать видео или снимать заставки какие-то, неважно на что. Вот именно в таких цветах во время заката поможет вам. Еще, когда будут приходить к вам люди, не отпихивайте их от себя. Помогайте, даже если они просят бесплатно. Вот помогите хотя бы советом. У вас есть этот дар, этот талант. Он вам пригодится. Вот то, что вы получите взамен, как бы энергия от этого клиента или этого человека, она вам поможет в дальнейшем. Не обязательно это про финансы или деньги. Еще, что насчет работы. Просите у высших сил помощи для развития, либо для чего-то нового. Новое из всех вас будет очень мало, естественно, здесь. Здесь больше про то, что немножечко застой, вы не знаете, как двигаться дальше. И вот эти подсказки вам помогут. Еще, когда грянет молния, вот прям идет фраза «грянет молния» по поводу работы. Не думайте, что это в негатив. Когда решите этот вопрос или эту проблему, она перевернется в позитив. Хорошо, теперь деньги. Сила цветов. Опять про цветы. Что же вы там все про цветы эти? Собирайте деньги с цветов. Как хотите, так и понимайте. Побольше в своей жизни цветов. Дарите цветы. Себе дарите цветы. Развивайтесь в сфере цветов. Вот здесь постоянно про цветы. Кто вообще никак не связан с цветами, что им? Вам важно держать в своем окружении, в своем пространстве фиолетовые цвета. То есть не цветы, если вы не хотите цветов, а именно цвета фиолетовые. Фиолетовые шторы, фиолетовое постельное белье, фиолетовый набор носков, не знаю, 5 пар. Вот как фиалки, да? Почему вам так много? Так еще одну карту для тех, кто вообще никак не связан с цветами. Все равно цветы. Пейте чай цветочный. Ешьте фруктовые десерты, которые, например, малина, она сначала цветет. Клубника, она сначала цветет. Ягоды, черешня, вишня, они сначала цветут. То есть вот те фрукты, которые изначально были как цветение, а у них как новое рождение после спячки, после зимнего периода. Вот вам просто это поможет и все. Хорошо, теперь про любовь. Поговорим про любовь. Здесь есть возможность прихода новых отношений. Эти будут отношения очень гармоничны, но с привкусом старых каких-то программ. Те, кто не распрощался с какими-то обидами, с какими-то траблами, трагедиями из прошлой жизни, из прошлых отношений, вам может фонить. Поэтому либо вы прощаетесь с этими программами, если вы четко знаете, что эта программа есть у вас. То есть мужчины, которых постоянно берут деньги, женщины, нахрапом. То есть вы не хотите давать, но надо давать. И вот вас постоянно при новых отношениях фонит вот этим. Вы не хотите, но вас требуют. Это урок, по большому счету. Это программа, которую нужно не просто закрыть, а осознать, принять и отпустить. Но те, кто не практики, достаточно сложно будет это прорабатывать. Поэтому обращайтесь к практикам, проводникам, регрессологам, терапевтам, торологам, еще кому-то вот такого плана. Здесь важно понять, что все новые отношения, которые вам кажутся с привкусом старых, это не просто так. Вам не потому не дают вашего истинного партнера. Не потому, что вы не готовы, а потому, что вы много чего не отпускаете при расходе с прошлыми вашими партнерами. Умейте отпускать, умейте прощать себя и других, умейте выходить в новое очищенными. Вот как чистый лист, как белая бумага. Вы же не можете нарисовать на бумаге, на которой уже нарисован рисунок, что-то поверх. Вам нужно его либо зарисовать, либо убрать этот листок и просто положить новый листок. И рисовать, что вы там хотите. Когда вы, не отпуская старые программы, смотрите на нового человека, вы в любом случае найдете там что-то то, что вас либо бесит, либо выводит, либо дискомфортно вы ощущаете себя в каких-то общениях с такими людьми. Вы поймите, у этой девушки, либо у этого парня могут вообще не складываться вот именно вот такого образа отношения с другими людьми. Вот только с вами. Вот ей захотелось только у вас просить требовать деньги. Или ему захотелось только от вас требовать повиновения, подчинения. И моменты, прям вот как ты несмышленный ребенок, и вот ты должна, ты обязана подчиняться мне. Только с вами, потому что от вас фонит эта энергетика. А с другим человеком он вообще никогда не подумает контролировать или еще чего-то. Это просто пример. Это пример тех программ, которые могут вылазить. Любые могут вылезти, но это показатели. Вы не проходите урок, новые отношения, тот же самый прикол, как говорится, те же самые проблемы. Опять я и в этом человеке вижу, вот этот прикол, то что же они все одни и те же. Это не все одни и те же, это у вас просто одна и та же программа. Поэтому отпускайте. Кто не обращается к проводникам, вам здесь поможет солнце, но солнце через траву. Вот представьте, вы ложитесь на пол, вот травка, да, и вот через траву смотрите на солнце. Это реально сделать только в момент рассвета, потому что солнце достаточно низко. Либо вам нужно как бы на лицо вот так вот положить кустик, да, травки. Ну лучше не рвать эту траву, а вот просто вот с земли смотреть на солнечный свет. Вот вы там что-то увидите. Плюс у кого не получается на рассвете, хотя лучше всего будет на рассвете, смотрите через траву на противоположную сторону от заката. То есть именно сторона рассвета вам поможет, даже если там не будет солнца. Это вечером, смотрите. Днем нет, вариантов нет. Либо вечером, либо утром. Но лучше всего утром. Так, и совет от высших сил для вас. Здесь все-таки больше про отношение людей к вам. То, как они вас видят. Отпускайте вот эти все ожидания, вот как меня воспринят в этом костюме, или в этих туфлях, или от моего поведения, как они там все будут шарахаться или не шарахаться, будут судить или не будут судить. Зависит их мнение только от вашего самомнения. Если вы одели вызывающую кофту, вот прям вызывающую, странную, непонятную, несите ее с гордостью. Или носите, или снимайте, когда хотите. Ну, или поречьте ее, ну, прям врезанных каких-то лохмотьях походите. Попробуйте. Несите это все с ценностью. То есть, мне это нравится, мне все равно на ваше мнение. Мне все равно, что вы там не будете рассказывать. Но это должно идти с глубины. Не просто вот фейс настроили и все. А в глубине, ой, мне страшно, что они обо мне подумают. Не делайте так. Вас учат, как вам же самим себя же воспринимать. А на этом все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok